На должность министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии назначен полковник полиции Владимир Нефёдов. Отремонтировали не только здание, но и обновили оборудование. После капитального ремонта в селе Важное открылся ФАП. Композитору, заслужившему талантом признания Аслану Даурову, открыли музей. Информацию экспозиции можно получить и по QR-коду. Одна для начинающих, другая более сложная, с крутыми трамплинами. В Архизе начал функционировать сноу-парк. Здравствуйте, в эфире телеканала Россия 24, Вести, Карачаево-Черкесия. Указом президента России на должность министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии назначен полковник полиции Владимир Нефёдов, а начальником управления МВД России по Брянской области стал полковник полиции Алексей Солдатов. Их представил личному составу министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. В мероприятии приняли участие начальник МВД России по СКФО Сергей Бачурин, глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов. Было отмечено, что оба руководителя прошли большой профессиональный путь, долгое время работали в подразделениях криминального блока, хорошо знают специфику и тонкости оперативно-розыскной деятельности. Министр поставил перед ними ряд приоритетных задач, имеющих принципиально важное значение в масштабах страны, которые связаны с выборами президента России. Владимир Колокольцев констатировал, что в сфере обеспечения экономической безопасности и борьбы с коррупцией имеется положительная динамика. При этом многие приоритетные направления остаются общими. Обозначу ряд из них. На фоне проведения специальной военной операции сохраняются риски нелегального ввоза оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Необходимо наращивать усилия по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с их незаконным оборотом, изъятию средств вооружения. Также на постоянном контроле должна оставаться работа по предупреждению и пресечению криминальных посягательств против личных и имущественных прав граждан, совершенных с использованием IT-технологий. Еще одно общее направление – противодействие незаконному обороту наркотиков. Благодаря взаимодействию органов государственной власти, Министерства внутренних дел, органов госбезопасности и мудрой созидательной позиции жителей республики, в республике сохраняется общественная и социальная стабильность. Вы также уже говорили, это тоже самый важный момент, я считаю, особую актуальность вопроса безопасности приобретают в период подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации в марте текущего года. Я абсолютно убежден, что сотрудники МВД по Карачаево-Черкесской республики во взаимодействии с органами власти всех уровней успешно справятся с стоящими перед ними совместными задачами по содействию и реализации избирательного права граждан и обеспечения безопасности граждан. Разрешите поблагодарить вас за оказанное высокое доверие. Все ваши указания и поручения будут выполнены в полном объеме. Лично с данным Министерством внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике работоспособен и готов к выполнению всех поставленных задач. Медицина не хуже, чем в городе. В селе Важное после капитального ремонта торжественно открыли фельдшерско-акушерский пункт на 40 посещений в смену. Теперь получать медицинскую помощь смогут более 1800 жителей в хорошо оборудованной амбулатории. Ремонт объекта – часть большой программы модернизации первичного звена здравоохранения Карачаева-Черкесии. Вместе с открытием состоялся запуск проекта «Поезд здоровья». Подробнее Дарья Тандит. В рамках нацпроекта здравоохранения в 2023 году был начат капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта. Современный ФАП – это красивое, уютное и тёплое здание, оснащённое необходимым оборудованием. Благодаря созданным условиям медицинскую помощь жителям села оказывают на месте. Это позволяет сельчанам не выезжать в районную или городскую больницу. Болезнь не ждёт, поэтому первых пациентов принимали ещё перед открытием. Я хочу поблагодарить, выразить благодарность не только от себя, но и от лица всех жителей села Важного за таких ответственных работников. С какими бы проблемами, с чем бы мы ни подходили, они всегда идут нам навстречу. На торжественном открытии присутствовали почётные гости, медики и местные жители села Важное. Министр здравоохранения Карачаева-Черкесии Казим Шаманов поздравил присутствующих и отметил, что модернизация медучреждений активно развивается. И пообещал, что в ближайшем будущем важным появится дневной стационар. Здоровье и сохранение нации – это приоритетная задача руководства нашей страны. И сегодня это воплощается и на территории Карачаева-Черкесской республики. Мы всегда говорим спасибо медработникам. Я хочу присоединиться вам. Спасибо большое за ваш каждодневный труд. Открытие ФАПа – радостное событие не только для сельчан, но и для самих медиков. Ни одно поколение жителей села Важное вылечило Индира Бачаева. Её стаж работы довольно солидный. Вот уже 30 лет Индира Изувовна ведёт приём маленьких пациентов. Работать ей приходилось в разных условиях и без удобств. А благодаря капитальному ремонту и обновлённому оборудованию принимать пациентов стало одно удовольствие. Нам поменяли и батареи, и полы, и обновили весь ремонт, и двери поменяли. Так что всё хорошо и всё прекрасно. Нам нравится и тёпленько, и хорошо. Спасибо большое, что именно выбрали нас, делали ремонт нам. Очень нам понравилось, хорошо и приятно. По инициативе Карачаева-Черкесского отделения партии «Единая Россия» в село Важное прибыл поезд здоровья. Это передвижной медицинский комплекс, оснащённый лабораторией диагностическим оборудованием, позволяющим сделать флюорографию, мамографию и посетить офтальмолога. Главная цель проекта – это повышение доступности медпомощи для жителей сельской местности. Калимата Идорукова в числе первых прошла обследование. Все жители, женщины с детьми, пенсионеры не могут ездить далеко. Это сегодня они приехали, всех приняли. Мы благодарны. Множество добрых слов прозвучало в честь медиков от жителей села Важное. Торжественное мероприятие завершилось совместным фото на память. Дарья Тенди, Талий Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Усть-Жигутинский район. В колледже культуры и искусств имени Аслана Даурова – знаменательное событие. В торжественной обстановке открылся музей, посвященный человеку, чье имя носит это образовательное учреждение. На мероприятие побывал Артур Мхце. Этот человек на стыке советской и российской эпох собирал по всей стране огромные зрительные залы, куда приходили ценители музыкальной классики. Он вместе с поэтом Юсупом Сазаруковым является соавтором гимна Карачаева-Черкесии. А колледж культуры и искусств Черкесии носит его имя. Композитор, педагог, дирижер Аслан Дауров – человек, заслуживший своими талантом и мастерством всеобщее признание. Его не стало 25 лет назад. Однако память никогда не позволяет людям подобного масштаба исчезнуть бесследно. В колледже, руководителем которого он был последние годы жизни, открыли музей, где теперь будет храниться часть наследия Аслана Даурова. Этот день попросту не имели права пропустить многие из тех, кто знал маэстро лично. Горжусь своим братом Асланом Алиевичем. Тепло вспоминаю, когда много лет назад, осенью 91-го года, его авторский концерт в колонном зале Дома Союзов. Сейчас о колонном зале Дома Союзов мало говорят, но это была лучшая площадка в нашей стране, в Советском Союзе. Для кого-то из нынешнего педагогического коллектива колледжа Аслан Дауров был наставником-другом. Для других теперь являются ориентиром его достижения музыкальные произведения, звучащие по-особенному даже в фойе образовательного учреждения. О том, как можно ближе познакомиться с творчеством заслуженного деятеля искусств России, рассказал министр культуры республики Зураб Агирбов. Мы приняли вот такое решение, чтобы каждый, кто заходит в наш колледж, а я хочу обратить внимание, что вот этот занавес, он будет разделять, когда будут здесь концерты, как сегодня. Сегодня очень много людей, поэтому мы не стали его закрывать. И этот отдельный вход, он будет сюда пускать гостей наших мероприятий. И, получается, гости будут заходить не через те двери, через которые мы с вами сегодня заходили, а прямо отсюда. И первое, что они будут видеть, они будут видеть портрет Аслана Альевича Даурова и его музея. Понятно, что всё наследие Аслана Даурова не ограничено экспонатами этого музея. На одном из стендов размещен QR-код, по которому можно получить всю собранную в глобальной паутине информацию о творчестве композитора. Как дань уважения к человеку, оставившему музыке и культуре в целом яркий след, цветы к подножию его памятника. Чуть позже для пришедших в колледж ценителей музыки пролистали страницы биографии Аслана Даурова. А затем под сводами почти заполненного зрителями зала стали звучать пронизанные чувствами автора ноты, которые каждому из пришедших хотелось служить как можно дольше. На высоте 1750 метров на южном склоне курорта Архы начал функционировать сноупарк. Теперь для любителей экстрима появилось отличное место, где смогут проявить свои горнолыжные навыки, новички и опытные сноубордисты и лыжники. О возможностях новой горнолыжной трассы Алихан Лепшоков. Открытие сноупарка позволит любителям горнолыжного спорта преодолевать трамплины и получить массу удовольствий и экшена. Сноупарк протяженностью около 250 метров состоит из двух линий, которые включают в себя 16 фигур и трамплин разной категории сложности. Подняться на это место катания можно на кресельной канатной дороге «Спутник». Для его создания потребовалось не менее 10 тысяч кубических метров снега. Те, кто любит преодолевать препятствия на снежном склоне, могут попробовать прокачать свои навыки здесь, отмечают представители пресс-службы курорта Архиз. Сноупарк – это дополнительная возможность получить больше фана, больше адреналина и больше удовольствия, несомненно, при катании. Большинство наших гостей приезжают покататься на лыжах и сноубордах просто по подготовленным трассам, но в том числе есть более продвинутые райдеры, ну или, например, люди, которые совсем часто катаются на лыжах, им хочется улучшить свой уровень, попробовать что-то новое. И для этого как раз мы сделали здесь фигуры, трамплины, все для того, чтобы получать больше удовольствия от катания. Сейчас начали работать две линии сноупарка. Одна создана для начинающих, где установлены фигуры для катания поменьше, а другая – более сложная, с крутыми трамплинами. Здесь оттачивают свои навыки более профессиональные прорайдеры, совершая виртуозные трюки. Но очень важно соблюдать правила безопасности, чтобы не получить травму. В целом нам все нравится. Мы на самом деле очень давно ждали горнолыжный сноупарк на данном курорте. И сейчас мы очень довольны, рады, то есть будем дальше прогрессировать в своем направлении. И все в этом духе. Сделал первый проезд, ничего не понял, упал. Вот сейчас будем дальше тренироваться, привыкать к парку. Ну, куча эмоций положительные, заряжает на целый день. Вот, попрыгаешь маленько, разомнешься и идешь на работу. По словам тех, кто активно занимается горнолыжным спортом, очень важно кататься на сноупарке без рюкзаков, так как при падении можно получить сильную травму на позвоночник. Сноупарк работает с 8 утра до 4 часов вечера и ждет всех, кто любит экстремальное катание. В настоящее время в России существует несколько регуляторов в сфере информационной безопасности. Каждая из них выполняет свой спектр задач, с помощью которых удается контролировать и защищать информационное пространство страны. Одной из таких первых организаций в истории России является Министерство цифрового развития. Какую работу ведет ведомство в нашей республике? Успехи и планы обо всем понемногу Альбине Ламковой. Рассказал министр цифрового развития Карачева-Черкесии Валерий Медовый. Интервью смотрите далее. А наш выпуск завершен.